Цифра до запятой. Это намного сложнее, потому что, понимаете, я здесь все время говорю, что это будет целое, и при этом никак не обсуждал, а все-таки, какое оно будет. Это начинается просто новый тип задач. Вот эти вот три задачи, они принципиально отличаются от первых. Как вы видите, я читаю, тем, что здесь разговор о том, что до запятой. И здесь то же самое. Целая часть делится на 2 в степени n плюс 1. И здесь вот там целая часть делится на 2 в степени n. Ну, в общем, заметьте, что если здесь n заменить на n плюс 1, то здесь n плюс 1. И здесь вот последние предпоследние задачи, они вообще фактически на одну лицу. Так, давайте я научу вас это делать. Здесь идея будет более сложная, чем только что была. То есть мы сначала должны будем сделать то, что в ходе происходило, и потом еще кое-что. Давайте начнем с предпоследней задачи. Вот там вот написано 1 плюс корень из 3. Хорошо? Пишем 1 плюс корень из 3 в степени 2n плюс 1. И как водится, пишем 1 минус корень из 3 в степени 2n плюс 1. И вот, ребят, сейчас уже я должен это обозначить какой-то буквы. Потому что мне важно не только то, что это число целое. Но я хочу доказать, что это число делится на 2 в n плюс 1 и не делится на 2 в n плюс 2. Ну, начну я, конечно... Ой, стоп! А почему, собственно говоря, я здесь считаю, что целая часть – это и есть вот такая сумма? Это все понимают? Смотрите, казалось бы, здесь написано целая часть, а здесь написана такая сумма. А вот почему. Единица минус корень из 3 – это число меньше нуля, но больше минус 1. На самом деле, корень из 3 – это примерно 1,7. Да, с чем-то. Так что это примерно минус 0,7. Ну, если вы не хотите пользоваться калькуляторам, тогда просто говорите. Видно же, да, что корень из 3 больше единицы и корень из 3 меньше 2. Да, поэтому. Такое реальность вверх. Значит, когда вы возводите в степень нечетную, то все равно так будет. В любой нечетной степени это меньше нуля и больше минус 1. А вот такая сумма – число целое. Значит, смотрите, вот здесь какое-то число. Мы прибавляем к нему отрицательное число от нуля до минус 1. И получается целое. Ну, то есть, проще говоря, вот это число как раз и забирает все, что у него было после запятой. Понятно? Значит, вот это вот, это и есть целая часть. Давайте я напишу. Это в точности целая часть 1 за ускорением из 3 в степени 2н плюс 1. И вот сейчас я выведу очень красивую формулу, которая выражает очередное значение с через предыдущие. Я думаю, что это вам очень понравится. Значит, вот смотрите, что такое cn плюс 1. Это единица плюс корень из 3 в степени 2н плюс 2. Это все поняли? Это все поняли. Вместо n подстали n плюс 1. Тогда 2н плюс 1 превратилось в 2. Увеличилось на 2. Превратилось в 2н плюс 2. Плюс. Это единица минус корень из 3 в степени 2н плюс 3. А вот теперь смотрите на очень красивое преобразование. Я пишу 1 плюс корень из 3 в степени 2 умножить на 1 плюс корень из 3 в степени 2n плюс 1. Вы согласны, что я расписал первое словение? Так, господа. Видите или нет? Видите. Но, понимаете, какое дело? Я, конечно, могу. И вот это вот тоже расписано. 1 минус корень из 3 в квадрате умножить на 1 минус корень из 3 в степени 2н плюс 1. Могу. Но это непонятно, как связано с числом cn. А вот сейчас я вам напишу два слагаемых, впишу сюда, чтобы стало видно, что это хорошо связано с числом cn. Смотрите. 1 минус корень из 3 в степени 2н плюс 1. И сюда я вписываю 1 минус корень из 3 в квадрате умножить на 1 плюс корень из 3 в степени 2н плюс 1. Так, господа, пожалуйста, в обязательном порядке сбежите стратить форму. И давайте подумаем, что еще надо вычесть, чтобы стало хорошо. То есть, вот смотрите, вот то, что написано здесь, это в точности первое слагаемое. То, что написано вот здесь, единственное, я забыл плюсик здесь написать. А здесь вот плюсик стоит между этим и этим. Не стоит, да, не стоит, да, не стоит, да, не стоит поменьше. Не, тогда будет яснее, что это относится вот сюда. Да, вот так. А вот эти два слагаемых, они что-то из поразиты. Понимаете? Они поразиты. Поэтому я их напишу с минусом. 1 плюс корень из 3 в квадрате умножить на 1 минус корень из 3 в квадрате умножить на 1 минус корень из 3 в 2н минус 1. Это я таким способом расписал вот это. Видите? Здесь было 2н плюс 1, а я написал 2н минус 1 плюс 2. Это же то же самое. И вот, и теперь я распишу вот это. 1 минус корень из 3 в квадрате умножить на 1 плюс корень из 3 в квадрате умножить на 1 плюс корень из 3 в степени 2н минус 1. Так, надо понять, что произошло. На самом деле, произошло то, что произошло. Ну, мы практически решили задачу. Давайте увидим, почему на самом деле все у нас хорошо. Вот эта форма, она просто осознательная. Вы поняли? Это форма алгебраическая форма. Внимание, посмотрите на то, что у нас написано в первой и второй строчке. Смотрите. И давайте начну с анониза. Вот в первой строчке у нас написано 1 плюс корень из 3 в квадрате умножить на cn. Согласны? Это первая строчка. Хорошо. А что написано во второй строчке? Один минус корень из 3 в квадрате умножить на cn. Так. А что написано в третьей строчке? Давайте. Что написано в третьей строчке? Ой, правда, там минус написано. Минус, минус, минус. Минус. А там написано так. Один плюс корень из 3 в квадрате на один минус корень из 3 в квадрате на cn минус первое. Так. Дошло или не дошло? А мы теперь можем спокойненько посмотреть, что есть что. И вот что такое здесь вот cn с каким-либо коэффициентом? Ну, надо бы фотографировать. Один плюс два корня из 3 плюс 3. И здесь еще вопрос. Один минус два корня из 3 плюс 3. Так. Хорошо. А здесь? Ну, здесь удобно внутри перемножить. Один плюс корень из 3 на один минус корень из 3. Это вообще-то минус 2. Минус двойка в квадрате – это 4. То есть, будет минус 4 cn минус первых. Если вы посмотрите, что здесь, два корня из 3 исчезает. Остается 8. Господа, 8 cn минус 4 cn минус первых. Увидят? А вот теперь я вам скажу, что фактически мы решили задачу. Объясняю, почему. Потому что cn плюс первое – это 8 умножить на cn. Но cn у нас делится на степень. Значит, вот эта штука будет делиться на 2 в степени n плюс 4. Понятно? Если cn делилось на 2 в степени n плюс 1, а здесь еще 2 в кубе добавилось. Значит, будет делиться на 2 в степени n плюс 4. А вот это число будет делиться, ну, cn минус первое делится на 2 в степени n плюс 1. Замечательно, значит, все это делится на 2 в степени n плюс 1. Но при этом не будет делиться на 2 в степени n плюс 2. Понятно почему? Мы знаем все по делимости вот этого числа и вот этого. И это преумножение на 8 в большую степень уходит, оно ни при чем. А вот это даст ровно то, что надо. Все. То есть, благодаря вот этой, ну, разумеется, надо еще базу проверить. Разумеется, надо по-честному посчитать, чему равняется c первое, чему равняется c второе. И проверить, что для них это верно. Но это я даже не буду делать, это считать, что вы сами, наверное, проверите. Вот, разведете, и там действительно все будет верно. Вот, таким образом, по индукции, благодаря вот такой вот регурентной формуле, мы получаем эту делимость. Если реальное натуральное число, докажем, что целая часть числа 3 плюс корень из 11 в степени 2n минус 1 делится на 2 в степени n и не делится на 2 в степени n плюс 1. Оказывается, эта целая часть, это просто-напросто сумма числа и сопряженного. Давайте поймем, почему. Вот это вот второе слагаемое. На самом деле число от минус 1 до 0, потому что 3 минус корень из 11 меньше 0, ну, потому что корень из 11 больше, чем 3. Но больше минус 1, потому что корень из 11 меньше 4. В нечеркной степени знак не меняется. Значит, вот это число, безусловно, является отрицательным и маленьким по величине, по модулю меньше 1. Почему эта сумма целая? Потому что если мы по миному ньютону разложим каждое слагаемое, то как раз члены с корнем из 11 в нечеркной степени будут здесь плюсами, там с минусами и уничтожаются. А там, где корень из 11 в четной степени, там, где плюс идут, там и там, это будет целое число. Замечательно, значит, это число целое. И оно получено из нашего исходного числа вычитанием чего-то по модулю меньше в единице. То есть, что есть вычитание метровной части. Теперь, зная формулу для целой части, давайте посмотрим первые два значения. Например, считаем. С первое – это 6, 6 на 2 делится, на 4 не делится. Все замечательно, как в задаче не описано. И это 252. Ну, так, уфа извели, просто расскажу по миному. 252 делится на 4, потому что это 240 плюс 12. Ну и по той же причине не делится на 8, потому что 240 на 8 делится, а 12 на 8 не делится. Вот, два числа удовлетворяют. Теперь давайте проведем инвестиционный переход. Проведем инвестиционный переход. А именно, число СН плюс первое можно записать в виде следующей длинной формулы в три строки. Смотрите, что я здесь делаю. 2Н плюс 1 записал как 2 плюс 2Н минус 1. Добавил, мне очень понятно пока зачем, вот это вот слагаемое. Добавил еще одно слагаемое. А вот это записал в виде, так сказать, 2Н плюс 1 – это 2 и 2Н минус 1. И вот эти вот два добавленных слагаемых, причем, вот я это написал здесь, так, 3 строчки, это, конечно, гораздо больше, чем одна. Но, смотрите, 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 что у нас здесь есть. У нас ведь фактически вот эти первые две строки – это есть произведение СН-ного. Вот смотрите, вот это число, это СН-ное здесь умножается на 3 плюс корень за 11 в квадрате. А здесь то же самое, СН-ное умножается на 3 минус корень за 11 в квадрате. Так вот, это произведение СН-ного на сумму квадратов числа 3 плюс корень за 11 и 3 минус корень за 11. Вот это вот две строчки верхние. И минус, смотрите, вот это вот СН-1 умноженное на 3 плюс корень за 11 в квадрате и 3 минус корень за 11 в квадрате. А это как бы посчитать. Когда вы 3 минус корень за 11, умножаете на 3 плюс корень за 11, получается по формуле разница квадрата минус 2. Минус 2 в квадрате – это 4. Значит, вот это выражение – это на самом деле 4 СН-1. И здесь легко посчитать. Это 9 плюс 6 корней за 11 плюс 11 плюс 9 минус 6 корней за 11 плюс 11. 9 плюс 11 – это 20, здесь получается 40. Таким образом, рекуррентная формула для СН-1 очень простая. СН-1 – это 40 СН-1 минус 4 СН-1. А теперь все очень простая. Ведь если мы знаем про Н, делится на 2 в степени Н, и не делится на 2 в степени Н и не делится на 2 в минус 1, то вот это будет делиться… 40 – это 8 минус 4 СН-1. Это будет делиться на 2 в степени Н плюс 3. А вот это число будет делиться, смотрите, 2 в квадрате, и вот это делилось на 2 в степени Н минус 1. Вот это будет делиться на 2 в степени Н плюс 1. И не будет делиться на 2 в степени Н плюс 2. Ну, собственно, и все. Вот это делится на 2 в степени Н плюс 3. Это даже неинтересно. А вот это делится на 2 в степени Н плюс 1 и не делится на 2 в степени Н плюс 2, как и требовалось. Такого Н, Думус, и нам не указать. Докажем, что десятичная запись числа корень из 2 плюс корень из 3 в двухтысячной степени имеет после запятой не менее 666 девяток, а непосредственно перед запятой написана там цифра 1. Это очень несложно. Смотрите, корень из 2 плюс корень из 3 в квадрате это 2 плюс 2 корень из 6 плюс 3, то есть это 5 плюс 2 корень из 6. Поэтому нас на самом деле интересует 5 плюс 2 корень из 6 в тысячной степени. А давайте добавим запряженное число. Тогда вот такая вот сумма будет обязательно целым числом, потому что когда мы раскроем эту скобку венома, то, соответственно, реагируют корень из 6 в ничем не степени, где исчезли. Смотрим. А нулевое – это, конечно, двойка, потому что здесь будет единица, нулевое, и здесь будет единица. Давайте докажем, что А тысячная оканчивается на цифру 2. После этого у нас все легко получится. А для этого напишем рекуррентную формулу. Для краткости обозначим. Альфа – это 5 плюс 2 корень из 6. Бета – 5 минус 2 корень из 6. Кстати, заметьте, тут очевидно. Альфа плюс бета – это 10, и альфа умножить на бета по формуле раз в квадрате – это 1. Так вот, что такое А вен плюс 2? Это сумма альфа вен плюс 2 плюс бета вен плюс 2. Можно расписать в 3 строчки. То есть альфа вен плюс 2 – это альфа умножить на альфа вен плюс 1. Дальше прибавим альфа умножить на бета вен плюс 1. Еще прибавим бета на альфа вен плюс 1. И напишем бета вен плюс 2, как бета умножить на бета вен плюс 1. И вот эти прибавленные слагаемые напишем с минусами. Альфа на бета на бета вен, и здесь бета на альфа на альфа вен. Замечательно. Так вот, теперь смотрите, вот эта сумма 4 слагаемых, это на самом деле альфа плюс бета умножить на аjн плюс первая. Потому что альфа плюс бета, когда умножаешь на альфа плюс первая, плюс бетал плюс первый, как раз получается 4 слагаемых. А вот это, если вынесем альфа бета, это будет как раз ан умножить на альфа бета. Замечательно, мы помним альфа плюс бета 10, альфа бета единица, значит получили регу performance. АН плюс второе мы умеем выражать через АН и АН плюс первое. Теперь смотрим АН плюс четвертое. Это по этой регулярной формуле 10АН плюс третьих минус АН плюс второе. Значально. 10 уже не будет, потому что кончается все равно на ноль. Это неинтересно. Минус АН плюс второе. Но это по регулярной формуле пишем. Получается АН плюс четвертое и АН по модулю 10 это одно и то же. Значит А тысячное будет заканчиваться на ту же самую цифру, что А нулевое. То есть на двух. Замечательно. Теперь вспоминаем. А тысячное это вот такое вот число. Это число очень маленькое. Потому что корень из трех минус корень из двух меньше чем одна треть. Значит если я сейчас докажу, что одна треть в двухтысячной степени меньше чем десять в степени минус шестьсот 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 шесть, то как раз мы все и получим. Потому что, смотрите, вот это положительное число, оно при прибавлении, что называется, превращает число в целое заканчивающееся на двух. Значит нужно доказать вот такое неравенство. Другими словами, что десять в шестьсот 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 меньше чем три в двухтысячной. Ну, вообще-то это более бы не очевидно. Так, кстати, на компьютере можно проверить, что здесь на сумме гораздо больше девятых. Их там девятьсот девяносто пять штук. На самом деле, но это не важно. Для решения задачи это не важно. Потому что задача задумана без компьютера. Итак, доказываем. Доказываем, почему три в двухтысячной больше чем десять в шестьсот шестьсот шестьсотой. Ну, смотрите, две тысячи это шестьсот 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 умножить на три плюс два. Значит три в двухтысячной это на самом деле три в кубе шестьсот 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 умножить на девять. То есть двадцать семь в шестьсот 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 умножить на девять. Двадцать семь больше десяти, а девять больше единицы. Неравенство доказано.